Аллахума саллим алейхи ва аля алихи ва асхабихи ва манистанна бисуннати и яймид дин амма ба'ад Аллахума аллимна ма инфа'уна ванфа'нна бима алламтана вазидна альма ва аслих лана ша'нана кулла ва ла такилна и ла анфусина тарфата'ин амма ба'ад За зваление Аллаху Субханнаху Аталя продолжаем чтение сокращенного толкования шейхом Абдрахмана Абдин Насар Ас-Саади, сделанная на книгу Всевышнего Аллаха Субханна Хуа Тааля. То есть глава, на которой мы с вами остановились, то есть последние аяты, касающиеся заката. Это слова Всевышнего Аллаха Субханна Хуа Тааля. То есть мы обсудили с вами о том, что закат является обязательным, что это является фардом, который каждый человек обязан выполнять, и это один из толпов ислама. Но затем мы сказали, что закат отличается от обычной, то есть милостыни и так далее, тем, что закат выплачивается определенным категориям людей, которых Аллах Субханна Хуа Тааля упомянул в Суре. В Суре Ат-Тауба, в 60-м аяте говорит Аллах Субханна Хуа Тааля То есть поистине действительно садака, то есть милостыни имеются в данном случае, обязательная милостыня, а это закат, полагаются только лишь бедным и неимущим, а также тем, кто работает, то есть имеется в закате, иншалу мы скажем об этом, что это такое. Вальмуалля фатикулубум, то есть это те, чьи сердца мы хотим склонить. Также вафир рикаб, то есть и очень важно, что здесь Аллах Субханна Хуа Тааля сказал, вафир рикаб, а не валир рикаб, то есть имеется, и также, то есть можно сказать, в оковах или же можно сказать, то есть грубо говоря, то есть в шеях, имеется в виду, что? То есть в рабах. Объясним, иншалу, почему именно так сказано. То есть также вальгаримин, то есть должники, человек, который взял долг с намерением вернуть, но у него что-то случилось, и он не может вернуть, также ему полагается закат. И тем, кто на пути Аллаха, вабниссабили, также, то есть человеку, который, то есть путник, который, то есть должен добраться до своего, то есть пункта. То есть в данном случае под словом садака подразумевается, что закат, обязательно садака, поэтому Аллах Субханна Хуа Тааля сказал, что это является фардом, то есть что является это обязательным. То есть эти восемь видов людей, хорошо, то есть или же этих восемь типов людей, они, то есть заходят именно, то есть это те категории, которым является закат дозвольный. То есть если хотя бы в одну из этих восьми человек отдаст свой закат, то то есть он выполнил то, что должен, то есть эти деньги, как говорится, дошли до своего адресата. Поэтому не является у нас условием, чтобы человек, когда у него большое количество имущества, все восемь эти охватил категории, или же, то есть что ему нельзя, только одно нет. То есть у нас есть указание, как хадиси Муаза, который передал имам Аль-Бухари и другие, где посланник Али-Исалат сам отправил его в Йемен. Что он сказал? Говорит, если они подчинятся тебе и в молитве, а'лимхум, анна Аллаха фтарада алейхим садакатан, тухаду мин агнияйима, тураду аля фукараяхим. То есть сказал, что, тогда скажи им, что Аллах обязал их определенной милостыни, которая забирается у богатых их и возвращается к бедным. То есть это только один из восьми видов, ну или можно сказать два, если мискинов и факиров примерно в одно русло положить. В любом случае, говорит, что дальше? Говорит, а если же другим людям выплатить этот закат, то есть не те, кто не подходят под эти восемь категории, тогда хорошо, то есть это не позволяется. И смотрите, если мы посмотрим на эти восемь категорий, то мы поймем, что эти восемь категорий на самом деле делятся на два вида. То есть одна часть из этих категорий, то есть из этих категорий точнее, они берут эти деньги, потому что сами в них нуждаются, как бедняк, как неимущий, как то есть тот человек, то есть рикаб, в данном случае раб, это тот раб, который желает выкупить себя. То есть он также нуждается в этих деньгах, он берет их себе. Также потерявшийся человек, то есть который хорошо путник, должен добраться обратно до своего места жительства и так далее, или до конечной инстанции. То есть этот человек также нуждается сам, то есть также должник, он нуждается. То есть мы ему даем эти деньги, и он на свои нужды, хорошо, то есть либо долг покрывает, либо же себе кушать покупает и так далее, и тому подобное, использует. Что касается остальных, то это те, которые берут для общей пользы деньги. Как, например, кто? То есть это те, чьи сердца хотят склонить. То есть если есть какой-то народ, если есть какой-то род и так далее, подобное племя какое-то или еще что-то, которые вот-вот уже готовы были бы принять ислам, мы стараемся их задаривать подарками. Но это неправильно будет, если это будет из моего имущества, или из чего-то имущества. Нет, это должно быть общее имущество. Общее имущество, потому что польза также вернется к остальным всем. Также те, кто раздают и собирают этот закат. Тот, кто раздает, собирает и так далее, если государство, то есть шариатское, назначило этого человека, то он работает для блага всех людей. То есть он, аль-хамду-ляб, не мне нужно свои имущества пересчитывать и так далее, идти куда-то относить. Нет, приходит человек, который сам это все знает и так далее, забирает. Затем также, когда мне нужно выплатить от заката, не мне нужно идти искать бедного, достойного человека и так далее, быть может прав, буду быть может неправ, нет. Этим занимаются эти люди. Поэтому они заслуживают, то есть определенной заработной платы и так далее. И также те, кто на пути Всевышнего Аллаха, то есть те, кто хорошо занимаются джигадом, усердствуют на пути Аллаха, то есть это также общая польза, возвращающаяся ко всем мусульманам. Что касается, то есть факир и мискин, то есть эти два понятия неимущие и бедные, это те, кто не являются богатыми. Факир, он еще больше нуждается, чем кто, чем мискин. То есть имеется в виду, смотрите, то, что Аллах упомянул их вместе, то есть через союз ВАУ, через соединительный союз И, указывает на то, что они разные. И так как Аллах упомянул фукара первыми, указания на то, что они нуждаются больше, чем те, кто приходят после них. Но опять же мы говорили на прошлых уроках, что порядка восьми мнений есть в вопросе, что такое факир, кто такой мискин и так далее. В любом случае и тот, и другой, как бы мы их ни называли, а это те люди, которые нуждаются, у которых не хватает должным образом, то есть или же достаточно не могут они свою месячную нужду покрыть. И то есть некоторые учетные сказали, что факир, почему он сильнее нуждается, потому что, то есть в самом строении слова, потому что факир в арабском языке, основа его мавкур, от слова факар, то есть факар это что такое, это косточки спины. И поэтому факир это мавкур, это тот, чьи, то есть косточки эти уже согнулись, что он от голода уже согнулся, то есть у него нет ничего. Мискин же это тот, кто нуждается, у него хорошо, то есть нет спокойствия и так далее. Аллаху Таалу Алям. Или же, то есть асканатху л-хаджа, говоря, то, что его нужна, успокоила его, что он не может, так же резво, как и энергично, как и другие, двигаться. Аллаху Алям, то есть это что касается, если мы вернемся к основе арабского языка. Шейк говорит, почему, то есть факир в данном случае мы говорим, что он более нуждающийся, чем мискин, И поэтому тот, кто больше нуждается, он чаще всего, то есть упомянут бывает раньше. Опять же, мы сказали, это одно из мнений. Но даже если, то есть как мы сказали, что на самом деле разногласия между тем, кто такой факир, кто такой мискин, кто из них больше нуждается, разногласия, то есть мало плодов у этого разногласия по причине чего? По причине того, что мы не смотрим на их имена, мы смотрим на нужду человека. Тот, кто больше нуждается, как бы мы его не назвали бы, хорошо, то есть как бы мы его не назвали бы, хоть мы его муджагид фи сабильля назовем, в любом случае, если он нуждается, он заслуживает закат, и ему выплачивается. Но так как оба нуждаются, то есть они собраны, то есть оба отдельно. Аллаху Алям, то есть быть может, это из красноречия Кур'ана, так как некоторые ученые упомянули хорошее разделение. Что факир, это говорят кто? То есть представьте себе, что человеку нужно, для его покрытия месячной его нужды, больше тысячи реалов, например. Тысячу реалов. У него, когда он зарабатывает, бывает только 350. То есть меньше чего, меньше половины. Такой человек, они называют его как факир. Поэтому, когда ему выплачивается закат, ему выплачивается столько заката, чтобы добить вот эту его нужду. То есть рассчитывается на год, грубо говоря, то есть это сколько, если 650 на 12 умножить это? То есть сколько-то, хорошо, не будем сейчас позориться, в любом случае. То есть ему дается вот эта разница. То есть умножается 350 на 12, и остаток на 12. И вот эта разница ему дается, чтобы он мог ее покрыть. Мискин же это кто такой? Это тот, которого также не хватает до тысячи, но не хватает ему, но у него больше половины есть. То есть, например, 700 он зарабатывает. Он, например, зарабатывает 700 в месяц. И ему нужно что? Еще 300, чтобы его месячные нужды покрыть. И так далее. Ему дается таким образом. Аллаху Тааля Алим. То есть это в основе своей, это когда шариатское государство занимается. Это не значит, что ты, умискин, у тебя деньги есть определенные, ты сел, аль-хамдуля, считай там сколько, а ну-ка, расскажи мне и так далее. Нет. Ты видишь нуждающегося человека, та ему, то есть сколько, посчитаешь нужным и так далее. Аллаху Мустаан. И надо смотреть, братья, стараться в закате, чтобы он был полезным. Чтобы он был полезным. То есть если у человека, например, миллион долларов закат, и он видит, что рядом человек нуждается, вот этот человек, которому тысячу риал, то есть 12 тысяч риал в год ему хватит. И он ему дает, что? Весь этот миллион, не совсем правильно будет, потому что есть другие бедняки, которые также нуждаются в этих деньгах. Ты все отдал ему. Другой же нет. У него что? Тысячу рублей у него закат. И он что делать? По 5 рублей их разделил. И каждому, чтобы дать твои 5 рублей, то есть не тебе, не им не помогут. Так что он пойдет, BMW пакет купит в магазине. И то, наверное, уже больше он стоит. Ладно, хорошо. То есть поэтому никакой пользы, никакой пользы в этом нет. Поэтому человек должен стремиться, то есть в своем закате определенную пользу. То есть посмотреть, сколько нужно ему, сколько нужно. Считай щедрее, не проблема дать ему чуть больше и так далее. Это прекрасно. Но чтобы не было, чрезмерство. Чрезмерство ни в одну, ни в одну из сторон. На. Хорошо. Говорит. То есть кто такие те, кто работают над этим закатом? И здесь, братья, очень важно, как об этом указывал шейх Аль-Аль-Бани, что здесь имеется в виду те, кого назначил султан, правитель. То есть его должен назначать правитель в шариатском государстве. Это не просто ты, хорошо, у тебя сосед есть, у тебя денег, хорошо, много, и ты ему говоришь, брат, можешь там разделить, и он говорит, хорошо, не проблема, говорит, раз в половину оставил у себя, остальное раздал. Это неправильно. Ни в коем случае не дозволяется. Даже если это какая-то большая компания. Если это какая-то богатая компания, которая действительно у него там миллионы, десятки миллионов долларов и так далее. Если тебе платит сам этот человек, он платит тебе за то, что ты его избавил от головной мороки. Не потому, что ты мусульман избавил от этого, хорошо, то есть это тебе не правитель. Поэтому, если он тебе хочет заплатить, он пусть будет так добр, плати из своего кармана, а не из кармана, мусульман. Потому что, братья, смотрите, что вы должны обязательно понять, что закат, это не деньги этого богача, это деньги Всевышнего Аллаха, субхандуль. В этих деньгах, то есть смотрите, если у человека миллион долларов, сколько? 25 тысяч долларов, у него будет что? Закат. Когда приходит время этого заката, бедняк больше на эти деньги права имеет, чем этот богатый. Что даже ученый Скалли, если он придет и потребует у него свои деньги, он человек обязан ему, то есть он имеет право прийти и потребовать свои деньги. То есть настолько, то есть эти деньги больше принадлежат ему, чем принадлежат этому человеку. Поэтому, если ты занимаешься тем, что эти деньги, то есть распространяешься и так далее, тебе нужны для этого люди, им зарплату ты платишь не за счет этих бедняков, а за счет кого? За свой счет. Кроме чего? Кроме правителей. Кроме правителей, которые назначают людей, которые ходят, собирают эти деньги, возвращают, сосчитывают и так далее. Им определенная зарплата. Сколько примерно такая же работа стоила бы для другого человека, вот столько же ему дается из заката. Не дается ему, хорошо, чек без никакой цифры, какую хочешь, сам себе напиши и так далее. Нет. Ему определенная, определенная, то есть, хорошо, как бы подобно заработной плате. То есть, которые собирают, как мы сказали, и разделяют, то есть, раздают их людям. Эти люди, даже если являются богатыми, им даются деньги. Почему? Потому что они работают. От того, что он богатый, мы не говорим, что ты же не нуждаешься, давай бесплатно. Хорошо, нет. Ему дают, это его право, потому что он потратил свое время и так далее. Потому что, как мы и сказали, она подобна заработной плате. То есть, те, чьи сердца мы хотим склонить. То есть, это какие-то, то есть, господа, какие-то, то есть, известные, то есть, выдающиеся личности, знатные и так далее, за которыми люди следуют и так далее. Мы пытаемся их склонить. Для чего? Для того, чтобы, то есть, они свой народ также склонили, как, то есть, рассказывается о том человеке, который пришел, когда, то есть, хотел принять ислам. И посланник Али-Саратусам дал ему, дал ему, дал ему, дал ему, дал ему, дал ему, что целую долину баранов ему дал. И он, когда вернулся, когда пришел, что сказал? Говорит, о, люди принимайте ислам, говорит. Ведь, поистине, Мухаммад не боится бедности, говорит. Это люди, которые вообще бедности не боятся. То есть, что, то есть, склонил? Также Курайшиты, когда только-только приняли ислам. Что, то есть, посланник Али-Саратусам давал им, что даже некоторые молодые ансары посчитали, то есть, ну, несправедливым. То есть, мы все это время были, твои родственники только-только приняли ислам, хорошо, и ты сразу им даешь больше, чем мы, то есть, в то время, как мы уже с тобой 8-9 лет сражаемся, бок о бок, хорошо, то есть, готовы умереть за тебя и так далее. Это сказали некоторые молодые ансары. Некоторые молодые. Поэтому, когда старшие узнали, они сильно ругались. Когда это дошло до посланника Али-Саратусам, посланника Аллаха, саллаху алию салям, то есть, в своей собственной, то есть, прекрасной манерик, на которой создал его, Аллах, субханаху ата'ля, сказал прекрасные слова, которые успокаивают каждого. Сказал, говорит, разве вам неприятно, что люди вернутся с динарами, с диргами, с баранами, а вы вернетесь с посланником Аллаха, саллаху алию салям. И поэтому посланник Али-Саратусам сказал, что я все, я Медину ни на что не променяю, то есть, все уже, то есть, вернулся вместе с ними в Медину. На. То есть, смотрите, в данном случае мы платим им, либо же мы боимся, этих людей, то есть, у мусульман нет должной силы, чтобы противостоять им, и когда, то есть, мы знаем, что если мы им какие-то подарки, дары дадим, они нас оставят, то есть, хорошо, то есть, как говорится, по доброте душевной, скажут что-то, что они нам столько-то дают им, поэтому мы не будем с ними сражаться, и так далее, или же мы их союз хотим, потому что у нас нет сил, в таком случае выплачивается этот закат. Или же, наоборот, или же, когда мы желаем, что они примут ислам, или же подобные им примут ислам, увидев это. То есть, или же, то есть, когда, то есть, мы таким самым желаем взять их у того, то есть, кто не дает их, или же, что, то есть, желаем, то есть, укрепить людей в вере, то есть, он только-только принял ислам, если ему дадут, он что? Он еще сильнее укрепится, хорошо, то есть, поэтому, как, например, рассказывается про Аббаса, радаиллахуан, дядя пророка, алейсалату ассалам, он, когда, то есть, только-только принял ислам, посланник алейсалата много ему давал. Он сказал, еще хочу, еще хочу, еще хочу, еще хочу, что, говорит, даже он мешок столько взял, что не мог его тащить. Человек любит деньги, только-только принял ислам, только-только принял ислам. Но зато потом, что в итоге, что с этими людьми происходило? Они вообще не нуждались в деньгах, они эти деньги раздавали. Посмотрите на Аишу, радаиллахуан, что она в день, когда она постилась, она и ее, то есть, прислуга постились, приходит их харадж, то есть, их, то есть, часть, хорошо, то есть, или же доля, можно сказать, с хайбара, с проданных виников и так далее, гора золота. И она блюдце берет, блюдце, то есть, она даже не так, как мы с вами сегодня считают, вот так. Блюдце, то есть, вот это вот, этому, это вот, этому, это вот, этому, говорит, раздает, раздает, что ничего не осталось. И служанка говорит ей, о, мать наша, если бы ты хотя бы один-два динара нам остал, мы же сегодня постимся, говорит, хотя бы ифтар бы что-нибудь покушали. Она говорит, Сабхала, почему ты мне не напомнила, говорит. То есть, вот таким образом они относились потом к имуществу. То есть, вначале что? Хотели, хотели, затем что? Таким образом. Здесь, братья, очень важно, то есть, ашшебешей юзкар, как говорится, хорошо, то есть, раз уж, то есть, пришла эта тема, хотел бы сделать вам такое напоминание, что очень часто братья, как посланник, сказал, облегчайте людям и не усложняйте людям. Сказал, говорит, из вас есть такие, которые сами становятся причиной того, что люди отторгают ислам, не желают ислам. Братья, очень часто видно, что человек только-только принял ислам, и мы от него требуем, чтобы он Абу-Бакрав саддихом был. Это ты уже сколько лет в исламе. Человек принимает ислам, в самом начале ислама ему, братья, позволяется то, что не позволяется другим мусульманам. То есть он может, то есть он только-только, человек, например, был алкоголиком и принял ислам. То есть если этот человек, потом у него случится какой-то удар в жизни и так далее, и он вернется к спиртному, мы не будем говорить, что он хороший, молодец и так далее. Но мы не отнесемся к нему так же, как мы отнесемся к одному из нас. То есть ты, Сабханна, сколько лет в исламе, ты это все знаешь, ты знаешь, что это недозвольно. Этот человек только-только-только, то есть он только одной ногой, грубо говоря, вступил в ислам. Это не значит, что мы сейчас облегчаем этим людям грехи и так далее. Нет, мы, конечно, им напоминаем, устрашаем их Всевышним Аллахом, но не требуем от этих людей, чтобы они на следующий же день хорошо принимали ислам. Мы как-то раз, я был на одной из Даур, и там были братья с разных-разных диаспор, то есть по миру. И там были некоторые братья с Мексики, с Бразилии, студенты. То есть мы разговаривали с мексиканцем, с этим братом, саляфит, призывающий и так далее. Он говорит, 0,5% в Мексике мусульман. Потом в Бразилии тоже сказал, какую-то такую же, то есть вообще мизерную. И мы когда обсуждали вот эти вещи, то есть с шейхами, обсуждали, что когда призываешь человека к исламу, что мы не спешим, что какие-то шариатские постановления мы сразу не говорим и так далее, и пришел вопрос, чего обрезание. И когда брат один сказал, мексиканец этот брат сказал, я, говорит, минимум год, даже не напоминая об этой теме, даже не говорю человеку, что есть такая вещь. Бразилия говорит, я вообще, говорит, не говорю. Если узнает, узнает, аль-хамдул-ля, говорит, захочет, придет. Нет, говорит, не надо, Субхану. То есть представьте себе, если человек принимает ислам, услышал про единобожие, его сердце открылось, и первое, что ты ему говоришь, да закал. Этот человек оставит ислам, Субхану. Поэтому Аиша, ради Аллаху, говорила, что если бы первый приказ, который Аллах, Субхану, не спасал, и лишь запрет, был бы оставление алкоголя, никто бы не принял ислам. Никто бы не принял ислам. Посмотрите, братья, Аллах, Субхану, в первую очередь, взывает к нам чем? И это самое главное, это основа призыва каждого человека. Если вы видите, что человек призывает к чему-то другому, а не к единобожию, знайте, что это призыв, Субхану, мертвый. Либо же этот человек заблудший, либо же этот человек невежда, который не знает, каким образом призывать. Самое важное, самое главное, это что? Призыв к единобожию. Потому что единобожие, оно в сердце, братья. Это естество каждого человека. Когда человек принимает это, он, братья, открывает свое сердце для Всевышнего Аллаха, Субхану, ва Тааре. Он желает остальное. И поэтому, смотрите, даже в том же самом хадисе Муаза, про Кали Сараса, после этого, что сказал, к христианам отправляться. Христиане известны на тот момент своей любовью к вину. Нет, говорит, что следующее, пусть молитву примут. Затем что? Пусть закат, очищают свое имущество. То есть, смотрите, очистили свои сердца единобожиим, очистили свое тело от поклонения кому-то, кроме Аллаха, Субхану. Выставят молитву только лишь Свящему Аллаху, затем свое имущество, в котором может быть что-то грязное, запрещенное и так далее, очищают закатом. И затем уже идут все остальные, остальные, то есть, хорошо, то есть, повеления и так далее, и так далее и тому подобное. Поэтому это очень и очень важно, что нужно, братья, то есть, анзелю нас, аманазелем, что каждого человека мы ставим на свое место. То есть, человек, не нужно спешить с этими людьми, не нужно спешить. Опять же, братья, еще раз повторяю, чтобы никто не понял из моих слов, что мы говорим, что человек, который недавно принял ислам, у него, как говорится, то есть, билет, все, что хочет, индульгенция, что хочет, может делать и так далее. Нет, не это имеется в виду. Но имеется в виду, что с ними, то есть, у них есть послабление. И что значит, только-только принял ислам, недавно принял ислам? Сколько это примерно по времени? Некоторые братья говорят, что брат, я говорю, новый мусульманин, я говорю, 6 лет только в исламе. Мы этому человеку говорим, что человек, который был 6 лет в исламе, а это Саад ибн Муадр, когда дал постановление по бану Курейза, пророк Али Саратов Асам, не сам суд вершил, а сказал, ты будешь вершить в их суд. Он удивился, сказал, и ты послушаешь мой суд? Он говорит, да. И он говорит, что? То есть, сделал свой суд, и пророк Али Саратов Асам сказал, поистине, ты дал суд такой, который дал Аллах, с высоты семи небес. Человек 6 лет в исламе, новенький мусульманин. Затем, когда он умер от тех ран, которые он получил в битве, что случилось? Сотрясся, трон милостивого Всевышнего Аллаха, субханаля, от радости, как ученые сказали, от радости, что эта душа поднимается в рай, субханаля. Человек только-только принял ислам, некоторые говорят, что я новый мусульманин, субханаля. Человек 5-10 лет мусульманин, хорошо, то есть, молится и так далее. И, как мы говорили, ни понятия не имеет, что он говорит, какие поминания он в молитве говорит, ему это неинтересно. Его молитва, которая была 15-20 лет назад, которую ему дедушка, бабушка научили, и сегодня, когда он уже знает, что такое сунна, это одна и та же молитва. Никаким образом не меняется. Ни он новый, то есть, который пришли в сунне, хорошо, то есть, поминаний не добавил. Ни когда он узнает что-то новое, имеется в виду, что он не знал, что посланник Алисаса именно таким образом делал, он это не практикует. Тогда какой смысл, субханаля, изучать? Какой смысл изучать в Аллаху Муслану? Затем, вафир рикаб, ай фи факки хамин аррик, потому что, смотрите, у нас, братья, рабы, бывает такой вид рабов, который называется аль-мукатаб. Аль-мукатаб, это кто такой? Это человек, то есть, у господина есть раб. И он говорит, предлагает ему, говорит, давай я сам себя выкуплю, давай я сам себя выкуплю. Если человек, владелец его, богобоязнный, хочет награду, хорошо, но у него нет настолько веры, чтобы отпустить его просто ради Аллаха, субханаля, он что говорит? Хорошо, выкупи, назначает ему цену. Почему мы так говорим? То есть, почему в данном случае этот господин, он на самом деле очень большую услугу рабу делает? Потому что, в принципе, заработок раба и так, и так. Он скажет, ты будешь моим рабом, и ты будешь пахать, и все деньги я буду себе забирать. То есть, зачем мне, чтобы ты выкупал себя? Ты выкупаешь себя, грубо говоря, за мои же деньги. То есть, ничего нового, хорошо, то есть, не будет здесь. Но вместе с этим он соглашается, назначает определенную цену. И этот раб, например, не способен, или же не может сразу это все выплатить, и так далее, он старается, старается. Мы говорим тогда, вафир рикаб. Почему вафир рикаб, а не валир рикаб? Если бы было валир рикаб, то имелось в виду, что отдается кому? Рабу в руки. Рабу в руки не отдается. Отдается что? Вафир рикаб. В отпущении, то есть, его, то есть, имеется в спасении этого человека, отдается его господину, то есть, его владельцу и так далее. Вот что значит вафир рикаб. Каяна тиль мукатабин, как мы сказали. Или же, также имеется в виду здесь что? Когда мы выкупаем рабов, то есть, если кто-то, например, раб, он мусульманин, и мы хотим отпустить его душу и так далее, можно, не проблема, с заката, деньги на это, то есть, отправлять. Хорошо, чтобы человека освободить. Или же, когда, то есть, пленные мусульмане, где-то у неверующих, так же, то есть, чтобы их выкупить и так далее, можно брать деньги с заката, в Аллаху Алим. Аль-Гаримин, должники, это, в первую очередь, что за должники, которые, то есть, взяли в долг для того, чтобы помирить. То есть, представьте себе, у нас два больших семейства среди мусульман. И они, то есть, что-то случилось между ними, как в некоторых народах кровные мести бывают, или еще что-то и так далее. И у них, то есть, годами война. Они вообще, то есть, ни в коем случае, ни этот не женится на них, ни этот не разговаривает с этим, а этот из такого семейства, и так далее. У них постоянные, постоянные проблемы. И приходит человек, который пытается исправить это. И говорит, ахи, давай, я тебе столько-то, столько-то дам, прости их. Другому, говорит, я тебе столько-то, столько-то дам, прости их. Быть может, у него нет этих денег, или же даже у него есть. но он в любом случае потратился эти деньги которые восстанавливают восстанавливает космос ульманская казна со денег заката почему потому что это общая польза тут мой мусульманам что полезнее чтобы два больших рода среди мусульман ссорились между собой лежит чтобы все в единстве его и в братстве были естественно второе то есть без никакого без никого сомнений поэтому им то есть нужно помогать в этом то есть великом деле у ели славы на нас это что исправление проблем между людьми воля у огня даже если они богаты потому что это их право то есть надо почему он должен со своего кармана платить у меня за риме на манарки батум ду юну ли нас ваджи за антон анва файга то есть также есть люди которые то есть взяли в долг с намерением то есть это не человек который играется с имуществом людей нет он взял и старался возвращать и так далее но у него не получается что-то случилось то есть представьте себе человек взял например деньги в долг при нужде затем своей торговле и так далее торговал и потихоньку отдавал давал раз у него сгорел его завод например то есть он специально человеку не выдает его деньги нет не специально конечно то есть у него случилась беда такая этому человеку мы поможем или еще что есть любой человек который взял в долг с намерением вернуть и затем не может вернуть этому человеку помогают деньгами заката не проблем фая он файвану нами на закате лева фая то есть ему то есть помогает даже нет проблем сразу отдать этому до то есть человеку которому он должен сказать что это за такого то деньги хорошо то закатом и так далее а подвала гофи собили на айба злюха фиона tim ученедин беззади вальмазадуаль маркубивас или то есть также то есть и для тех кто на пути Аллаха, имеется в виду, то есть в помощи муджаидам в первую очередь, то есть как, например, покупка им еду, еды, еще каких-то нужд, то есть чтобы у них было передвиженное средство, которое нужно им на джигаде, хорошо быть, может, сегодня это там джипы, танки, вертолеты и так далее, хорошо, также оружие, которое им нужно для сражения и так далее, для защиты мусульман или же наоборот, то есть для призыва для других к исламу. И все остальное, в чем есть поддержка тем, кто сражается на пути Аллаха. И так же из видов сражения, то есть джигада на пути Аллаха, когда человек освобождает себя, оставляет полностью все деяния для того, чтобы изучать религиозные знания, и, как говорится, освобождает себя для того, чтобы заниматься этим делом. Поэтому многие-многие ученые сказали, что даже ищущие знания подходят под категорию заката, с точки зрения чего? Потому что причина одна и та же. Даже более того, некоторые ученые, то есть Аллах повелел, то есть подобно тому, как было велено джигад совершать, велено людям, чтобы обязательно какая-то группа, подобно тому, как люди отправляются на джигад, Аллах повелел, чтобы не все они отправлялись, а часть отправилась куда? То есть на пути поиска знаний. Говорит Аллах, что не дозволено верующим, чтобы они все вместе отправлялись в военный поход. Говорит Аллах, почему? То есть из них, почему из каждой группы не отправится какое-то маленькое количество людей, для того, чтобы изучать знания, для того, чтобы изучать знания, чтобы когда эти люди из джигада вернулись, было кому их обучать. Если все пойдут, если все строителями станут, кто лечить нас будет? Если все медиками станут, кто нам дома строить будет? Если все на джигад отправятся, кто будет обучаться, кто будет преподавать людям и так далее и тому подобное. Поэтому эти подобны этим. Это сюда заходит. Единственное, многие ученые сказали, то есть также, то есть некоторые сказали, что даже если Талиб Альм богатый, все равно ему полагается закат. Почему? То есть как джигад, как муджахид, который богат. Аллаху Алям, даже если мы согласимся с этим, мы скажем, что тот человек, например, если Аллах Субхан Таля облегчил какому-то, например, как были имамы в свое время, у которых огромные наследства были, то есть если мы знаем, что этот человек не нуждается, то есть он, например, из семьи какой-нибудь, из семьи Раджихи, например, Аллюхайдан и так далее. Грубо говоря, я пример привожу, например, на сегодняшний день. Очень богатые семьи, я не говорю, что с ним ни в коем случае не дается закат. Я в общем говорю, что ты видишь, что этот человек, нет у него такой нужды, то есть у него богатая семья, которая, аль-хамдуля, заботится о нем, у него ничего, то есть никакой нужды нет и так далее. То есть зачем ты даешь ему закат, в то время как есть тот, кто больше нуждается? Но если у тебя есть какой-то нуждающийся, и у тебя есть какой-то Талиб, Абдуллабнуль-Мубарак, его порицали за то, что он отправляет деньги далеко. То есть у тебя вот рядом нуждающиеся, ему говорят, Абдуллабнуль-Мубарак, у него было много денег, он закат выплачивал и так далее. И он говорит, у тебя вокруг сколько нуждающих, люди голодают и так далее, и тому подобное, ты отправляешь в такую-то страну, в Багдад этому, отправляешь в Хурасан такому-то и так далее. Как так? И он говорит, эти люди оставили все, оставили все, то есть мирское, и занялись хадисом. И эти люди вернутся ко всей уме, я не знаю степени после пророчества выше в исламе, чем распространение знаний. Потому что пророк, почему он пророк, и почему он такой великий, и достойный и так далее, потому что он донес до нас самое великое, что есть только у нас, так или не так, это религию Аллаху. И тот, кто после него занимается этим же, хорошо, то есть это тоже очень и очень важно. Аллаху. То есть это тот человек, который находится не у себя дома, и он, то есть потерялся, что-то случилось. То есть, например, он где-то в пути и кошелек потерял, например, или еще что-то и так далее. Даже если он в своей стране богатый мультимиллионер, но у него в данном случае нет, хорошо, то есть денег и так далее, из заката ему помогается, чтобы он мог добраться, то есть в целости, сохранности и так далее, до своего дома. Фаюану аля Сафари именно с закатой, как мы и сказали. Фа Аллаху та'аля фарадаха лиха уляй ласнаф бихасаби хикматии ва альмихи ва вадахи ва вадахи ва вадахи ва вадахи и поэтому Аллах субханаху та'аля сделал обязательным, то есть этот вид милостыни для этих категорий людей по своей мудрости, по своему знанию и то, что Аллах субханаху та'аля каждую вещь поставил на свое место. Фаинна саддал кифаяти ва киям аль масалих аль амумия аль нафи амин аль фуруды аль мусульмин потому что, братья, то есть нужды, определенные, то есть пользы и так далее, которые касаются всех мусульман, являются то есть обязательной вещью. То есть смотрите, братья, почему шейк говорит, что то здесь каждая вещь на своем месте. Приходит тебе человек, говорит, брат, у нас в нашей местности нет мечети, давай на эту мечеть возьмем деньги из заката. Мы говорим, нельзя. Ни в коем случае нельзя. На каком основании? Брат, нам уже всем нужно, Аллах Субхан Талли сказал, ва фи саби и лилля и так далее. Мы говорим, ва фи саби и лилля в данном случае твое понимание или же понимание сподвижников и так далее. К чему мы возвращаемся? Стройство и стройка мечети, это прекрасное дело. Аль-хамду лилля инна май амру масаджид Аллах и так далее. Как Аллах Субхан Талли сказал, поясни оживляют мечети Аллах Субхан Талли те, кто верует в Аллах в последний день и так далее. Но будь так добр из своего имущества тебе, но это нужно другим, это нужно, Джазак Аллах это прекрасное дело. Аллах Субхан Талли тебе построит дом в раю за то, что ты построишь мечети и так далее. Но Субхан Аллах это не должно быть из общих денег. Потому что если ты у бедняка спросишь, ты что хочешь, чтобы твоя семья и дальше продолжала голодать, но зато вы все будете молиться в удобной теплой мечети или же ты все-таки покушаешь? Он что скажет? Он скажет навсего Авляди скажет, хорошо, я и мои дети там вам, то есть мечеть иншалла, талля соберемся, у меня дома соберемся и так далее. Аллах Субхан Поэтому в любом случае, то есть братья Закат это братья права Всевышнего Аллаха и оно выдается только лишь определенным категориям людей. Если я дам тебе деньги и скажу передай их Абдурахману, можешь ли ты прийти и Абдулла передать их? Или же Яхе, или же Мухаммаду, или же Хасану? Нет, потому что Я тебе дал эти деньги и сказал отдать ему. Ты скажешь, ну брат, он же больше нуждается. Я посчитал, что он больше нуждается. Я тебе скажу, я тебя от всей души поздравляю, иди ему отдай сколько ты посчитал нужным, а мои деньги отдай тому, кому я тебе сказал, так или не так. И кто будет прав в этой ситуации? Будет прав тот, кто сказал тебе отдай определенному человеку. То же самое Аллах Субхан сказал, эти деньги полагаются таким-то, таким-то. Поэтому ни в коем случае нельзя отдавать их кому-то другому. И поэтому, если человек отдаст их кому-то другому, его закат недействительный. Садака Джазака Аллахайр. Но ты обязан еще и закат. Обязан еще и закат. И это для богатых людей благодарство к Аллаху Субхану Аталье, то, что он их то есть почтил и дал им такие блага, имущества и так далее. И также это очищение для них и для их имущества. Как мы с вами говорили на прошлом, на прошлом уроке. То есть так или так, что мясо, например, когда мы покупаем и кладем его в горячую кипящую воду. Что бывает? Поднимается вот эта пенка. То есть вот этот закат это подобно этой пенке. Ты очищаешь свое имущество от вот этого, хорошо, то есть от вот этой примеси. Потому что, то есть это очищение для тебя, у тебя потом будет вкусный бульон, суп и так далее. И это очищение для твоего имущества, хорошо, то есть это пена, это застоявшаяся кровь вышла и ты ее убрал. На. Хукам, какой кушать эту кровь, которая в мясе осталась? А? Кровь же нельзя кушать, в исламе. Можно или нельзя? Можно. Даман масфух, то, что запрещено, это та кровь, которая с напором, грубо говоря, течет. То есть когда перерезаем, она течет, вот ее собирать и так далее нельзя. Что касается той, которая осталась в мясе и так далее, это нет проблем в этом. Ванамаун в баракатун в аттисафун бислифат и лахьяр. То есть также в этом им, то есть благодать, еще рост их имущества, Аллаху Субхану Талли, говорит, ямхакуллаху рибау юрбис садакат, говорит, то, что Аллаху Субхану Талли расставщичество, то есть стирает, оно все, то есть пропадет просто, а что касается садака, то есть милостыни, особенно заката и так далее, Аллаху Субхану Талли увеличивает и, то есть увеличивает этого. И также это описание для этих людей, которые выплачивают закат качествами прекрасных людей. Ва саляма тумин наут и лешрар, и то есть этим самым они себя обезопасили от описаний, то есть всяких скверных людей в Аллаху Аля. Продолжение следует...